Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП Вся дополнительная информация в описании Ой, ребятки, вы знаете, стоило мне только вот в предыдущем ролике сказать, что ничего такого, знаете ли, интересного Вот в эти вот новогодние дни в GTA Sampi не происходит Как тут произошло кое-что интересное, о чем я вам сегодня и поведаю Но перед этим хотел бы вам сказать, что я играю на проекте Аризона Ролиплей Феникс IP А также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить целых 300 тысяч вертов при достижении вами 5-го игрового уровня Все это находится в описании под данным видеороликом Вы можете туда зайти, ввести мой никнейм Данте Коннор и получить целых 300 тысяч вертов при достижении вами 5-го игрового уровня Вся дополнительная информация в описании, а также на сервере Так вот, сегодня мы с вами поговорим немного про мошенничество, про все прочие вот эти вот знаете ли вещи Вообще в начале своего пути, когда я начал делать самп-обзоры на людей, вообще вот все такое Я подумал, что было бы неплохо еще заняться такой темой, как вот мошенничество вообще в сампе Обсуждать все эти темы для того, чтобы мошенничество и всякой прочей дряни становилось в нашем мире намного меньше И вы знаете, я уже тогда понял, что тема борьбы с мошенничеством абсолютно точно бесперспективна Потому что, ну ты делаешь один ролик про одного человека, он там набирает, я не знаю, 3000 просмотров за пару месяцев И все, и человек точно так же дальше продолжает заниматься тем же самым мошенничеством Ему абсолютно точно похуй То есть пока не пойдет какое-то большое общественное порицание, пока не поднится большой общественный резонанс То есть ничего не будет А до этого можно вот только себе позволить написать в какие-нибудь, я не знаю, паблики по типу blacklist блогеров В котором находится 3000 человек, так сказать, участников, где вашу новость увидят Вас, возможно, поддержат, вам скажут, что этот человек и раньше кидал, как бы и было много всего прочего Как бы там вообще целая база вот этих вот всех мошенников и многое другое Но это я к чему вообще, все это опять-таки мое, знаете ли, маленькое лирическое отступление Для того, чтобы вы все это поняли И, вы знаете, относительно не так давно Ангел Касада занялся тоже такой борьбой с мошенничеством относительным Потому что, ну, борьба с мошенничеством это как борьба с коррупцией То есть полностью победить нельзя Можно только, знаете ли, так чисто пристыдить вот все это дело Чтобы какому-нибудь будущему человеку, начинающему, я не знаю, там, ютуберу, блогеру А всем прочим людям было, так сказать, мерзотно всем этим заниматься И тут, как бы, все зависит от совести человека Если у человека такая, знаете ли, нету совести абсолютно точно То ему абсолютно похуй, там, на общественное порицание, на все прочее Как бы кинул человека, там, я не знаю, на несколько тысяч рублей И как бы попорицали, там, недельку-вторую все забыли А ты с деньгами, как бы, довольный, радостный и вся фигня Поэтому борьба с мошенничеством, это, как, знаете, такой, я не знаю, бой с тенью Или бой с вот этим вот Труглос Гидрой, да, там, который, там, одну голову отрубаешь в РСТ Там еще две отрубаешь, две головы в РСТ, там, я не знаю, четыре, да Поэтому в этом особо нет никакого смысла Но, опять-таки, я отвлекся Так вот, захожу я сегодня, значит, такой в Самворлд, в журнал свой любименький Вижу там, то ли реклама, то ли просто какой-то такой, знаете ли, пост С проекта онлайн ролеплей Потом, опять-таки, обновляю новости И вижу, блядь, тут пост в новостном сообществе моего дорогого друга Ангела Касада О том, что там саммошенничество, вот, все прочее, все прочее и так далее Вот, а я, значит, читаю весь пост и думаю, типа, блядь, ну, чё за хуйня, блядь Ну, типа, я думаю, может, это рофл какой-то, может, там, я не знаю, надо мной рофлит кто-то Или, в общем-то, я вообще нихуя не понимаю Но, если говорить по факту, то есть то, что говорится в посте Так это человека обвиняют в мошенничестве И, ну, казалось бы, рядовое дело, да, опять какой-то там, знаете ли, GTA-самп-ютубер Там, кинул проект, да, но все не так-то просто Если там вчитаться в пост и во все прочее, то можно будет понять, что, ну, не все так просто-то на самом деле И, то есть это касается абсолютно точно всех GTA-самп-ютуберов Если данный видеоролик смотрят какие-то GTA-самп-ютуберы, которые выполняют какие-то рекламные задания Которые делают какие-то рекламные видеоролики и все прочее То есть, ну, это вас вот всех касается Вот конкретно вас, если вы будете, мало ли, сотрудничать с данным проектом Опять же, что хочу сказать Про данного человека, да, про создателя, про данный проект Я не знаю абсолютно точно, ничего слышу прямо вот, я не знаю, в первый раз Я не знаю, у кого они там рекламировались, что они там делали Но вот про данный проект, про данного человека вообще я слышу в первый раз И почему вообще, как бы, данный человек, который там предоставляет все переписки и все прочее Как бы он является директором, не пиар-менеджером, а вот именно директором И пиар-менеджер там как бы абсолютно другой Это бывший, насколько я лично понимаю, пиар-менеджер Адмира И в чем все дело? То есть, человек выпустил там, насколько я понимаю, два видеоролика То есть, каждый видеоролик стоит 800 рублей Первый ему оплатили, а вот второй видеоролик ему не оплатили В следствии того, сказали, мол, якобы ты нарушаешь условия сотрудничества По которым там написано, что нельзя, вроде как, причинить какой-то вред проекту Что-то прочее там было В общем-то, такой слабенький пункт Но под него, вроде как, подгоняется вот конкретно тот видеоролик Его уже, к сожалению, нет на канале, его нельзя посмотреть Так бы я, конечно же, выразил еще свое мнение по поводу данного видеоролика Насколько он там, я не знаю, подгоняется под тот пункт Который имеет в виду вот этот вот директор данного проекта И знаете ли, в чем дело? Я на все это смотрю, я все это читаю И как бы, ну да, то есть, кинули, получается, пацана Да, то есть, не оплатили И то, нельзя сказать, что кинули Ведь, по сути, он согласился с правилами проекта И вот под правила проекта подогнали вот этот вот видеоролик И если, то есть, все совпадает, то без проблем Да, возможно, правильно не оплатили То есть, перед тем, как начинать сотрудничать с проектом Нужно ознакомиться со всеми правилами сотрудничества Которые они там предоставляют Как бы это их право, это все прочее И, разумеется, никаких договоров в САМПе не заключается Подожди, ну это глупо, блять, какие, нахуй, договоры в САМПе Вот, и вследствие этого Получается следующее То есть, там, человек согласился с условиями по факту договора То есть, безусловно, там, должен их выполнять Вот, так, подогнал Не стал уже, там, знаете ли, он спорить То, что ему не оплатили видеоролик За 800 рублей Ну, как бы, похуй, там, что ради 800 рублей Там, как-то, спорить Тогда, я не знаю, я бы лично поспорил насчет этого Если бы знал, что мой видеоролик, как бы, ну Нельзя подогнать под вот этот вот пункт Который пишет директор Так вот Я на все это смотрю Я все это понимаю Ага, ну, по факту, то есть, получается, что тут обе стороны равны Но потом, что происходит Человек продает свой канал Одному из скупщиков канала Я не буду его тут называть Он достаточно популярный Дабы не пропагандировать вот это, вот, знаете, продажу канала Все прочее, как бы, мне это абсолютно точно не нравится Вот Я на все это смотрю Я все это понимаю Как бы, человек продал канал Спустя 3 месяца, там, он все время ходил по рукам Ну, вы знаете, как обычно все это бывает Там каналы по рукам ходят И потом уже кому-то одному там отдаются Вот И владелец канала, вот этого вот самого На котором выходили рекламные ролики Решил почистить видосы, которые там, ну, были И, соответственно, задел видеоролик рекламный Который был оплачен Вот этот вот первый видеоролик Который был оплачен за 800 рублей Как бы его задели Его удалили И директор проекта пишет, мол, ебать, ты че нас наебать хочешь? Типа, блять, нахуй ты нас наебываешь? Вот, как бы Ролик тебе был оплачен Ты А ты его удалил Он там все объяснил ситуацию, что все не так И его начали обвинять в мошенничестве По факту, ну, от директора происходит клевета Потому что никакого мошенничества там не было А заранее условия того, что ролик нельзя удалять Не обговаривались То есть подогнать тут, опять-таки, под какой-то пункт невозможно Поэтому, ну, вполне нормально, что ролик там удалился спустя 3 месяца То есть, по факту, как получается Если не оговоренные условия того, там, как вот все это делается Сколько должны храниться ролики То по факту, то есть, человек может просто отснять видеоролик Чтобы он там на канале продержался 1 час Собрал там какие-то свои первые просмотры Вот эти вот часовые И удалить его, получив выплату И ничего, с точки зрения договоренности То есть, с точки зрения человеческой Да, возможно, будет неправильно со стороны человека Но, опять же, если человек, как бы, сугубо такой, знаете ли, по договорам По всему прочему работает То, ну, как бы, ничего подобного-то не обговаривалось И, тем более, ролик у человека с канала удалился-то спустя 3 месяца И, ну, это вполне нормально Как бы, большинство ютуберов там спустя какое-то время скрывают Либо удаляют рекламные ролики Это нормально И абсолютно все проекты на это закрывают глаза Потому что знают, что ролики набирают просмотры Вот буквально первую неделю А потом уже, потом идет какие-то, блядь, я не знаю, остаточные просмотры Там, блядь, по 10-20 просмотров в сутки, наверное, не более того И все И все, ролик никуда дальше не растет То есть, по факту, какая цель видеоролика вообще преследуется? Собрать просмотры И, соответственно, с этих просмотров получить какую-то конверсию В виде игроков на проект В виде рефералов В виде всех прочих людей Ролик вышел Ролик за 3 месяца собрал свои просмотры Сервер получил свою конверсию в виде игроков Все Все, как бы Ролик выполнил свое положение, свою ситуацию, все прочее И как бы все Ну, как бы тут не подкопаться Но человека обвиняют в мошенничестве Потому что ролик удалил даже не он Ну, это забавно Это забавно Дорогие создатели проектов и так далее Если вы хотите, чтобы ролики висели, как бы, бесконечно То заключайте договора И тогда не будет таких проблем А так, даже не обговаривая условия Ну, это пиздец То есть, ролик-то по факту вышел Он по факту был Его смотрели, его оплатили даже, блять Все Никакой больше сути ролик То есть, больше ролик никакой функции-то, блять, не выполняет Все Рекламный ролик он был И как бы, да, все Даже, насколько я знаю Когда заключаются официально какие-то договора Там, через ИП А с которых уплачены налоги и так далее Там и то нет такого пункта Что ролик не может быть удален Вернее, ну, да-да-да Не может быть удален Вот, как бы И, ну, это вполне нормально То есть, с таким же точно успехом Если твой видеоролик Там, забанил Ютуб За нарушение, допустим, принципа сообщества Возможно, по ошибке Возможно, а действительно ролик что-то нарушал То ты тоже мошенник Ты же обманул Ролика-то ведь нету И так много ситуаций может быть А если канал, допустим, забанен Что тогда? Как бы тоже ты мошенник? Ведь у тебя канал забанили Роликов-то нету Нет Это так не работает Ты либо заключаешь договор Либо заранее все это обговариваешь Либо еще что-то И человек уже, видя эти все условия Соглашается работать или не работать Но и то никто не может дать гарантию Того, что ролик бесконечно будет на канале Его могут удалить за нарушение авторских прав Допустим, если какая-то музыка там будет И лейбл какой-то кинет страйк То есть, это невозможно обсудить все Ну, я не понимаю, как так делается Человека по факту просто обвинили в мошенничестве Оскорбили его последними словами И обвинили в мошенничестве, блядь Оклеветав, по сути Человек, блядь, сделал всю свою работу Как бы И владелец, как бы Директор, который платил деньги Подтверждает, что работа была выполнена И сейчас как-то возмущаться Что-то делать, но это забавно Это не то, что за... Это страшно, блядь Это страшно, это пиздец То есть, с таким же успехом Я не знаю, если у меня канал удалят Да, вот как самперы хотели Там страйки кидали А если у меня с каналом что-то произойдет Да, то я что, тоже должен буду денег Или что? Нет Это так не работает С каналом может произойти все, что угодно Это ютуб, это интернет Как бы Ну Мне лично непонятно Просто как бы Видимо, владелец захотел получить деньги Видимо, там, я не знаю Конверсии не устроило еще что-то Это мои личные предположения Конверсии не устроило Еще что-то не устроило И он захотел получить деньги обратно И вот так вот Вышло все Ну Забавненько Опять же Повторяюсь Ничего против проекта не имею Ничего против владельца не имею Вижу просто всю ситуацию Вижу все переписки Которые там были И На основании этого делаю выводы Ну так просто не делается Возможно, человек не знает Возможно, я сейчас сообщу директору Если он это посмотрит И Примет это к Выводу К решению какому-то Либо заранее договариваешься Что ролики Не удаляются Спустя время Либо Ну, я просто не знаю Ну Так не делается В общем-то Всем спасибо За просмотр Данного Видеоролика Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok